ГУВД Москвы пояснили причину задержания юриста ФБК Любови Соболь 10 августа. Напомню, в этот день в Москве прошел согласованный протестный митинг. Более 50 тысяч человек вышли на улицы выразить свое недовольство против произвола властей на выборах в Мосгордуму. Перед самым началом акции в офисы ФБК вломились сотрудники полиции в масках, изъяли всю технику, разнесли к ядрине фене помещение. Так вот, как выяснилось, Соболя ребята искали и задержали ее затем. А вот теперь, господа, порадуйтесь причине того задержания. Итак, на женщину якобы пожаловались организаторы митинга на Сахарова. Как будто бы предположили, что дама может устроить провокацию на мероприятии. Твою мать! У нас уже даже за несовершенные правонарушения метут, кому-то там показалось, что человек может совершить правонарушение, и человека тупо загребли. Вот так да вставались с колена. Вот так да развивали демократические институты. Представляешь, выходишь ты сейчас на улицу, идешь себе, никого не трогаешь, налетают в маски шоу. Заламывают руки и везут тебя в кутузку, а потом поясняют, да мы подумали, что ты дорогу в неположенном месте планируешь перейти. Они там вообще умом тронулись. Это мы к чему придем-то однажды? За что сидишь? Да вот соседка подумала, что я хочу ее изнасиловать пять лет дали, а ты продавщице в магазине показалось, что собираюсь их ограбить. Десятку впаяли. И статью, соответствующую давайте уж тогда в уголовный кодекс введем, вернее основание для привлечения к ответственности, показалось. Хотя у нас и так любой закон уже через мотивировку, потому что гладиолус рассматривается. За что Соболь-то задержали десятого? Потому что гладиолус блеск. Начинаем. Ой, а вот это, ребята, вообще анекдот. Вот в России появилась детская конституция в стихах и картинках. Пособие рассчитано на школьников от 8 до 14 лет. Разработчиком выступил некий фонд «Стратегия будущего». Вот теперь я вам хочу зачитать пару фрагментов из той конституции, продемонстрировать, какое будущее нас ждет. Потому что они этому детей наших учить собираются. По идее, вот здесь как раз надо бы сказать, уберите несовершеннолетних от экрана. Ну, коль скоро это придумано как раз для несовершеннолетних, пусть остаются. А вы, дорогие родители, лучше присядьте. Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука грессора на вестнице сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь и в руку ты ружье возьмешь и будешь защищать Россию. Ха, может, за нее падешь? Ну, как вам? Это, напомню, для детей от 8 до 14 лет придумали. Вероятно, даже наизусть ребятишки данное «Г» учить станут. Ага. Или вот еще. Про незнание закона не освобождает от ответственности. И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда. А кто закона вдруг не знает, ответит все равно сполна. Слушайте, мне реально страшно сейчас стало вот этим, простите, дерьмом. Моего ребенка собираются начать кормить в школе на уроках. Из него кто вырастет-то затем? Маньяк какой-нибудь сумасшедший. Малышу 8-летнему учительница станет рассказывать, ты должен быть готов. Взять в руки в ружье и идти убивать других людей. Может быть, убьют тебя, но это нормально. Вот как по мне, вы знаете, разработчика данной типа Конституции детской сразу по нескольким статьям можно привлекать тут и экстремизм. И вовлечение в эти экстремистские игрища несовершеннолетних, да я думаю, денег бюджетных на разработку и печать этой мерзости ухнули целую кучу. То есть тут реально есть за что привлекать тех мутантов, членов фонда «Стратегия будущего», в отличие от Соболь, хотя правильнее было бы сказать просто членов, сами деградировали до уровня околоточных алкашей, теперь решили за наших детей взяться. Я не хочу такого будущего, состоящего сплошь из деградантов и опущенцев. Мне и так уже противно телевизор включать. Одних дегенератов там потому что показывают, а когда не показывают дегенератов, показывают сериалы для дегенератов, концерты для дегенератов с дегенератскими песнями, дождь смывает следы нашей любви и еще целую кучу какого-то убожества, способствующего превращению человека в животного. У нас и так уже люди на улицах скоро кусаться начнут, в соцсетях вон как собаки гавкают. За границей от российских туристов шарахаются пьяным быдлом, считают нам все нипочем. Из детей ущербных начинаем лепить, может уже господа хабаватники хватит. Или быть приматами нравится. Кстати, на днях тут случайно подслушал разговор молодой женщины с маленькой дочкой. Дочка спросила мама, а почему во время дождя, когда сверкает молния, гром гремит. Знаете, что мама ответила? А это тучки в небе друг с другом сталкиваются, вот и гремит. Не удивлюсь, если мама и искренне в это верит. А это реальная журналистика новости нашего дурдома. Снова с вами. Поехали. А у нас тут новый прорыв. Руководство МВД рекомендовало сотрудникам не носить служебную форму во внерабочее время, а также не передвигаться в обмундировании по одному, особенно вечером, дожили. Сотрудникам полиции начальство рекомендует опасаться граждан. Вы, мол, ребята, в форме-то на улицу старайтесь не высовываться. Ходите толпами. Это же за какое правое дело? Стражи порядка бьются, если они сами вот такими вот рекомендациями признают, по сути, что их ненавидят уже люди-то. Представляете, как самопожертвованно нужно служить своему народу, чтобы народ тебя возненавидел. Когда такое в нашей стране было? Ах, да, вспомнил, было с 41 по 45 год. Полицаи тогда ходили такие с белыми повязками, оккупационному режиму прислуживали, вот их ненавидели гражданские. В преддверии 75-й годовщины Победы на полицейских люди начали посматривать примерно с того же ракурса. Это прорыв, друзья, это прорыв. Хотя, а что тут удивительного? Мы последнее время только и наблюдаем, что скотство со стороны тех, кто должен нас защищать. Вот, пожалуйста, свежее кино. Ох ты ж, нифига себе ударил девушку, какой герой! Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все, ему сойдет... Обратите внимание, вот этот полицейский, он ведь знает, куда бить. Причем именно куда нужно бить девушке, чтобы ей стало максимально больно. Первый удар в печень, второй в грудь. Для женщины это очень болезненно, то есть я прихожу к выводу, что этого человека обучали избивать женщин, и он делает это не впервые. Вот еще вам, пожалуйста. Мама дома ждет, ребят, он несовершеннолетний, ему 13, не надо! Ребят, ему 13! Это ребенок, говорит человек, ему 13 всего плевать. Доблестные стражи порядка крутят ребенка. Вот вы знаете, мой дед служил в милиции, был следователем. Практически все его друзья были офицерами МВД, и я видел, что этих людей уважали. Не боялись, а именно уважали. Я помню, как к деду обращались за помощью соседи, приходили, мол, вы же милиционер, помогите, пожалуйста. Сегодня, простите меня, господа полицейские, но к человеку в форме за помощью я обращусь в последнюю очередь и скажите за это спасибо вот таким вот животным. Ну и раз о полицейских уже начали говорить, на прошлой неделе в соцсетях появилось вот такое вот письмо. Распространялось оно якобы от имени инициативной группы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а адресовано представителям московской оппозиции. Хочу зачитать пару строк оттуда. Некоторые из вас угрожают нам тем, что будут выявлять наши персональные данные. Данные наших близких, в том числе наших детей, мы хотим, чтобы вы знали следующее. За каждую слезу наших детей мы будем убивать ваших. Будем убивать ваших, блядей. Мы знаем, что ваши выродки учатся в основном за границей, но мы будем искать их и там. Я не знаю, фейк не фейк, мы письмо это показали. По центральным каналам и даже рассказали, что это очень правильное письмо. В сети М появилось обращение инициативной группы силовиков, возмущенных призывами представителей оппозиции к расправе над сотрудниками Росгвардии, работающих на митингах. То есть, ребят, задумайтесь, что происходит. Людей намеренно стравливают. В эфире федерального телеканала показывают такое, и ни у кого даже глаз не задергался. Данное письмо больше недели висело на официальной странице телеканала НТВ в соцсетях, и ничего. Никакой реакции. Слушайте, да нас в скотов превращают уже, а мы все о каком-то величии лопочем. Серьезно? Страна, в которой полицейским рекомендуют опасаться своего народа, а через СМИ затем распространяют откровенные угрозы этих самых полицейских в адрес гражданских. Такую статью о страну можно называть великой? Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мою страничку в ютубе, ссылка сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за СМИ спешу откланяться. Пока. Пока. ПОДПИШИСЬ!